В интернете появилась любительская видеосъемка двухлетней давности. Неизвестный объект летит в небе рядом с хорошо видимой луной. По какой-то причине он светится с той же яркостью, что и луна. Но когда этот дискообразный объект разворачивается в другой плоскости, он становится похожим на кольцо дыма. Каким образом он теряет свою четкость? А затем вновь появляется в небе. В начале октября случайный прохожий во Флориде заснял продолговатый белый диск, зависший над торговым центром. Через несколько десятков секунд объект на его глазах растворился в воздухе. Вот он тает и исчезает. Эти кадры даже попали в местные СМИ. Любитель, снимавший окрестности Буэнос-Айреса с помощью дрона, принял мерцающее белое пятно за препятствие. Но когда он замедлил скорость воспроизведения, стало ясно, что мимо дрона действительно пролетел продолговатый объект и попал на камеру. Воображаемое препятствие выглядело как диск с размытыми очертаниями. Но что за техника могла развить такую скорость, и кто ей управлял? Наблюдая подобные явления, люди невольно задаются вопросом, а вдруг загадочный летающий объект действительно связан с разумными существами из глубин Вселенной? Эксперты, проанализировав множество данных, включая фото и видеосвидетельства, обратили внимание на физические параметры объектов. Ведь по форме летательного аппарата можно определить, какой принцип лежит в основе его движения. Вполне вероятно, что НЛО используют для движения электромагнитное поле Земли, а значит вполне возможно, что они были созданы для нашей планеты. Так с чем на самом деле мы имеем дело, если эти высокотехнологичные объекты созданы для земных условий? Можно ли предположить, что они изготовлены здесь на нашей планете? Но самое главное, кто ими пользуется? По мнению некоторых исследователей, если есть множество летательных аппаратов, то есть и базы, а их обитатели – космические пришельцы. Но как понять, где прячутся наши предполагаемые соседи по планете, и сколько их вообще может быть на Земле? Как измерить или отследить эту активность? Обладают ли все НЛО высокотехнологичной маскировкой или же они не скрываются от людей? Если прицельно искать информацию о наличии на нашей планете каких-либо тепловых аномалий, то можно сделать удивительное открытие. В ноябре на снимках Земли из космоса аппараты НАСА зафиксировали множество точек повышенной температуры, показанных красным цветом. Эта россыпь странных очагов тепловой активности стала большой загадкой для науки. Что это за горячие точки посреди Атлантического океана? Геофизиками были отвергнуты версии о подводных вулканах или выбросов природного газа. Никто не дал четкого ответа, кто или что подогревает океан снизу. Всего месяц спустя на радаре Национальной метеорологической службы США появилась странная движущаяся аномалия. Маленькая точка, кажется, собирает вокруг себя дополнительное поле, становясь похожей на вытянутую линзу, и при этом она продолжает двигаться. Были предположения, что это могли быть военные испытания, но аномалия рассеялась через несколько минут. Ученые уверяют, что такое загадочное явление не могло быть создано живыми объектами. Стай птиц такой численности и плотности просто не существует в природе. Карта тепловых аномалий, обнаруженных в Хабаровском крае уже после того, как грунт опустился туда в районе реки Ури. Как видите, крупные обломки скал почти перекрыли реку. Анализ инфракрасных снимков с японского геостационарного спутника выявил внезапную тепловую аномалию в этом районе. О том, что именно она могла вызвать оползень, они наоборот сообщили эксперты, изучавшие снимки. Кроме того, на планете существуют постоянные области с очень странным температурным фоном, особенно в последние десятилетия. Это полюса Земли Арктика и Антарктида. С 2018 года в Арктике наблюдаются температурные рекорды. И по мнению ученых, ситуация ухудшается. Так что же происходит на полюсах Земли? Тепловая аномалия – не единственная странность. Есть много сюрпризов. У берегов Антарктиды находится невероятный айсберг правильной формы. Эту фотографию сделала НАСА. Как в природе могли образоваться такие ровные стены из ледяных глыб? Анализируя спутниковые данные, ученые обнаружили, что некоторые участки рельефа в Антарктиде неуклонно возвышаются над поверхностью моря, и под снежным покрывалом отчетливо видны рукотворные объекты. Например, этот имеет форму усеченного конуса с гладкой площадкой на вершине. Исследователи предполагают, что под поверхностью Земли существует рукотворная деятельность, которую мы наблюдаем в виде температурных, климатических и сейсмических аномалий. Они убеждены, что нашу планету населяют представители внеземных цивилизаций. Неужели вся эта активность остается незамеченной? Сторонники теории о наличии инопланетных баз отмечают, что некоторые факты просто считаются естественными и остаются незамеченными. Например, согласно исследованию 2014 года, планета Земля ежегодно теряет 50 тысяч тонн массы. Но что если эти цифры занижены, а огромные потери свидетельствуют о промышленной добыче ресурсов не только землянами? Взгляните на эту фотографию. На ней изображена крупнейшая двойная звезда в созвездии Килля. Астрономы предсказывают ее скорую гибель и спешат изучить ее как можно лучше. А вот снимок, сделанный знаменитым телескопом, Хаббл. У него есть шанс стать последним. Мировое астрономическое сообщество уже приготовилось попрощаться с Хабблом. Его заменит новый мощный космический телескоп Джеймс Уэб, испытания которого уже закончились, и который был выведен на орбиту в декабре 2021 года. Ученые возлагают большие надежды на этот телескоп. По их словам, одной из его функций является детальный поиск экзопланет. Археологи ведущей раскопки в Свазиленд обнаружили множество древних шахт. Если посмотреть на сохранившиеся выработки, то бросается в глаза их прямоугольная форма и достаточно большая площадь сечения. Возраст найденных в шахтах останков и древесного угля составляет от 20 до 50 тысяч лет. А на Королевском острове в Северной Америке у озера Верхнее были найдены пустые шахты медных руд. По оценкам добычи составляет 1000 тонн. Ни в легендах, ни в захоронениях, ни в каких-либо других свидетельствах этого нет. О судьбе этих минералов не сохранилось никаких сведений, кто и с какой целью вывез это богатство и куда оно потом делось. Эксперты считают, что медь, золото и другие ценные металлы были добыты представителями внеземных цивилизаций. Возможно, как и мы инопланетяне использовали земные сокровища для создания приборов, электроники, космической техники и медицины. Очень популярна среди историков и археологов гипотеза о том, что шахты и гигантские каменоломни внеземных цивилизаций были вырыты на поверхности и в недрах земли. По их мнению, этот процесс не прекращается и сейчас. Например, в окрестностях Большого каньона находятся богатейшие залежи урановых руд. Радиационный фон там присутствует постоянно, и ни один турист уже выложил видео, где на фоне красивых пейзажей национального парка появляется счетчик Гейгера. Кроме того, Большой каньон – одно из тех мест, которые почти постоянно упоминаются в уфологической хронике. Взгляните на эту видеозапись, сделанную очевидцем. Над каньоном появляются два дискообразных объекта, а их движения абсолютно синхронны. Похожие объекты также парные, их можно увидеть на этой съемке, но сделана она в 2013 году, и подобных видео, как свежих, так и снятых десятилетия назад, множество. У экспертов нет сомнений, что предметом интереса НЛО являются именно полезные ископаемые. Не секрет, что за последние десятилетия количество карстовых воронок резко возросло. СМИ постоянно сообщают о новых карстовых воронках в Земле, которые появляются в совершенно неожиданных местах. Например, на сельскохозяйственных угодьях или посреди оживленного шоссе. Исследователи приводят эти случаи как пример техногенной деятельности инопланетных цивилизаций. Но для космических пришельцев ресурсом может быть что угодно, и это не обязательно минералы. Например, психическая энергия людей. По мнению приверженцев этой теории, стрессовые ситуации, войны, стихийные бедствия могут быть инициированы для того, чтобы подзарядиться. Ученые пока не могут измерить психическую энергию. Поэтому подобные утверждения нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но что если дело не ограничивается энергией, может быть, биосфера Земли, включая человека, также относится к ценному ресурсу с точки зрения других цивилизаций? Как объяснить исчезновение жителей целой деревни за один день? В 1930 году исчезли все жители эскимосской деревни на берегу озера Ангикуни. Их исчезновение обнаружил случайно зашедший туда охотник. По его словам, люди словно растаяли в воздухе, бросив оружие, лодки и продукты для приготовления пищи, чего не может быть в принципе. Также утверждается, что исчезли не только жители деревни, но и несколько мест захоронений. И в этом история эскимосов удивительно похожа на историю российской деревни Ростес в Свердловской области. 60 лет назад она точно так же опустела за один день. Куда исчезли жители, включая захоронения? Что это за переселение, для которого необходимо забрать с собой останки предков? У некоторых есть подозрение, что их просто переселили с нашей планеты. Согласно докладу ЮНЕСКО, с 1900 года разнообразие видов наземной флоры и фауны сократилось на 20%, а в ближайшем будущем исчезнет более трети. И не все из них были уничтожены людьми. Вымирание многих из них выглядит как естественный процесс, который невозможно остановить. Но все ли пропавшие животные вымерли? Что происходит на самом деле? Похож ли этот процесс на сбор флоры и фауны для нового ковчега? Может ли глобальная катастрофа ожидать человечества в ближайшем будущем? В 2019 году житель Великобритании снял на камеру своего мобильного телефона сильную грозу. По его словам, он совершенно не ожидал запечатлеть какие-либо аномалии. В тот момент, когда несколько молний сходятся вместе и небо озаряется очень ярким светом, становятся видны несколько темных шарообразных объектов. Один, ближе к центру. А несколько более мелких – слева. Если бы это были шаровые молнии, они бы светились. НЛО стало основной версией произошедшего. Исследователи не исключают такой возможности и подчеркивают, что шанс увидеть нечто паранормальное возрастает во время грозы, шторма или извержения вулкана. Например, в мае во время очередного извержения вулкана, камера ночного видения зафиксировала две довольно большие и яркие сферы возле кратера – одну большую и одну поменьше. Посмотрите, как хорошо они видны даже на видео низкого качества. Во время октябрьской грозы в Сан-Антонио мощный разряд молнии осветил движущийся объект, который, казалось, падает из облака на землю. Или не падает, а намеренно приземляется. НЛО постоянно видят в эпицентре техногенных катастроф, взрывов и аварий. Вот один из самых известных кадров – взрыв ракеты Falcon в 2016 году. Посмотрите еще раз, в кадре отчетливо виден темный диск, промелькнувший за несколько секунд до взрыва. Если проанализировать подобные случаи, то можно прийти к неутешительному выводу. Получается, что НЛО уделяют особое внимание катастрофам и природным катаклизмам. Хотя возможно это следы их деятельности. Специалисты обратили внимание на время появления и характер движения объектов, и уверены, что это не акт агрессии, а скорее наблюдение за происходящим. По их мнению, земные взрывы, извержения и ураганы являются источником опасности и беспокойства не только для людей. Вторая версия еще более загадочна. В нашей реальности присутствуют гости из другого времени, возможно из будущего. Аномалии, которые мы наблюдаем, это лишь момент перехода, а на самом деле они выглядят так же, как и мы. Есть исследования, которые показывают, что существуют люди, которые приходят к нам из будущего. Причем на той самой машине времени, о которой писали писатели-фантасты. Может быть кто-то путешествует во времени из чистого любопытства? Эксперты убеждены, что это не так. Цель путешественников во времени – повлиять на нашу реальность, чтобы изменить свою собственную. Они не просто гости, они такие же земляне, только между нами не километры, а сотни тысяч лет. Согласитесь, звучит невероятно и неправдоподобно. А между тем в интернете десятки тысяч реальных людей рассказывают о том, как они сталкивались с временными аномалиями. Есть упоминания, что часы ускоряются или замедляются. Внезапное появление на новые вещи странных пятен или повреждений, как будто ими уже пользовались. И даже счастливые случаи спасения из-под колес движущегося автомобиля. Очевидцы говорят, что было ощущение, будто реальность обнулилась, а машина оказалась уже далеко. Ощущение дежавю от повторения какого-то момента из прошлого среди эзотериков считается признаком того, что человек побывал во временной или пространственной аномалии. Если это чувство испытывают тысячи людей по всей планете, то нелогично ли предположить, что имеет место вмешательство в ход событий? Если происходящего на Земле кому-то недостаточно, мы можем обратиться к новостям из космоса. Некоторые из них действительно шокируют. 18 ноября 2013 года комета Айсон, проходившая в непосредственной близости от Солнца, бесследно исчезла. Астрономы согласились считать ее уничтоженной только после долгих дебатов и до сих пор не могут найти ее фрагменты в космосе. Летом ученые зафиксировали астероид диаметром не менее 1 километра. Его существование было подтверждено математическими расчетами. Но никто не мог поймать его с помощью телескопа. Когда это наконец удалось, выяснилось, что его орбита близка к орбите Земли, и поэтому его якобы трудно увидеть. Еще один космический странник, под номером QV89, был замечен в 2006 году и направлялся к Земле. По прогнозам, его должны были увидеть вблизи нашей планеты в сентябре 2019 года, но этого не произошло. Ученые были шокированы тем, что небесное тело бесследно исчезло из поля зрения, как будто его никогда и не было. У экспертов есть теория на этот счет. Многие метеориты, летящие в сторону Земли, были кем-то перенаправлены, чтобы избежать столкновения. Именно поэтому обнаруженные небесные тела якобы исчезают из поля зрения или странным образом меняют свою траекторию. А в начале июля стало известно, что на поверхности Марса был обнаружен кратер, который, похоже, появился недавно и, судя по его виду, от какого-то мощного удара, то есть на поверхность Марса упало небесное тело. Может быть, метеорит, оставивший кратер размером с остров в Тихом океане, но не метеоритный удар. Процесс взрыва не был зафиксирован исследовательскими станциями, и ученые прямо признают, что это очень странно. Может быть, информация о падении метеорита была кем-то стерта, и что в этом может быть такого секретного? Звучит фантастично, но все это похоже на коррекцию реальности, и человечество надежно защищено. Ученым также есть что добавить к этой гипотезе. В 2014 году физики из Университета Колорадо обнаружили невидимый щит в радиационных поясах Ваналина, в верхних слоях атмосферы Земли. Он расположен на высоте 11 500 километров над Землей и фильтрует высокоскоростные электроны, жесткое и опасное излучение, вредное для живых существ. По мнению экспертов, этот щит – удивительная вещь, происхождение которого пока не очень легко объяснить. Он обладает загадочным свойством, плазмосфера Земли соприкасаясь с ним излучает вибрации, которые называют белым шумом. Ученые сместили частоты записанных электромагнитных волн в диапазон воспринимаемый человеком, и дали нам возможность услышать пение этих самых плазменных волн. Не секрет, что люди используют композиции под названием «белый шум», чтобы успокоиться или войти в транс. А теперь подумайте, что источником таких звуков является этот щит, недавно обнаруженный вокруг Земли. Случайно ли что это может быть посланием о том, что мы не одни во Вселенной и нам необходимо эволюционировать, чтобы стать полноценной космической цивилизацией? Перед тем, как быть уничтоженным, крупнейший в мире сферический телескоп принял несколько коротких радиочастотных сигналов из глубин космоса. По мнению экспертов, источник сигнала находится на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли. Как признают астрофизики, подобные радиовсплески фиксировались и ранее. По словам астрономов, ни черные дыры, ни сверхновые не создают периодических повторяющихся сигналов. Кроме того, несколько радиовсплесков от разных источников были похожи. Ученые предположили, что загадочные сигналы могут иметь искусственное происхождение, и выдвинули гипотезу, что радиовсплески являются попыткой контакта со стороны неких разумных существ. Может быть, мы все-таки не одиноки во Вселенной, но кому адресован загадочный сигнал и как должны реагировать на него земляне? В начале июля пользователи сети заметили на одном из официальных снимков НАСА аномалию в виде темного пятна, напоминающего по форме птицу. Эта фотография, согласно данным, была сделана не где-нибудь, а на Марсе. Над поверхностью планеты действительно висит темный объект, вытянутый по горизонтальной оси, имеющий несколько выступов сверху и снизу. Таинственный объект вызвал много споров. Многие исследователи предположили, что поскольку на снимке изображена птица, он мог быть сделан вовсе не на другой планете. А это попахивает мистификацией со стороны космического агентства. Представители НАСА не дали комментариев, которые могли бы пролить свет на происхождение загадочного объекта. Таким образом, у нас остается две версии. Первое, снимки действительно были сделаны на Земле, а именно на острове Девон в Канаде, где НАСА вполне официально проводит испытания марсохода. Вторая птица на фото может служить доказательством того, что красная планета обитаема. Исследователи уточняют, что вряд ли это живое существо, скорее дрон или летательный аппарат, принадлежащий внеземной цивилизации. Но почему шокирующая гипотеза о том, что Марс не является безжизненной планетой, так популярна сегодня? На это есть несколько причин. Во-первых, человечество, как космическая цивилизация, находится в самом начале своего пути и для нас естественно искать жизнь во всех ее проявлениях. Во-вторых, ученые не утверждают, что именно Марс обитаем, но справедливо отмечают, что согласно теории вероятности, в просторах Вселенной обязательно должна существовать хотя бы еще одна разумная раса. В-третьих, Марс одновременно подходит и не подходит под критерии обитаемости. Он обладает характеристиками, по которым ученые делают вывод о вероятности существования белковой жизни. У Марса нет пригодной для дыхания атмосферы и жидкой воды на поверхности, но по своим размерам и положению относительно Солнца он соответствует обитаемой планете. Планеты в поясе биологической жизни – это Марс, Земля и Венера. Они находятся в наиболее благоприятном положении, когда Солнце, передавая свою энергию, делает возможным существование на этих планетах жизни на основе углерода. Но одно дело теоретизировать о том, что космос может быть обитаемым, и совсем другое – годами упорно искать признаки жизни на пустынной планете, вкладывая в этот проект миллионы долларов. Возможно, у космического агентства уже давно есть данные, позволяющие предположить, что марсианская жизнь – невыдумка. Вполне возможно, что жизнь на Марсе скрывается глубоко в марсианских недрах, ведь уже точно известно, что Марс не имеет атмосферы. При каких обстоятельствах это произошло, мнение ученых расходится. Например, согласно гипотезе американского физика Джона Бранденбурга, высказанной им в 2011 году. Причина этого – мощные термоядерные взрывы, произошедшие на Марсе в далеком прошлом. Именно они, по мнению ученого, оставили следы в атмосфере Красной планеты в виде благородных газов аргона-40, ксенона-129. Большое количество тория и урана на поверхности Марса означает, что там произошли события, которые привели к появлению изрядного количества изотопов, и поверхность была покрыта слоем радиоактивных обломков. Марсианский ксенон напоминает земной, который образуется после испытаний ядерного оружия, в частности водородной бомбы, а также при производстве плутония. Возможно, мы не найдем жизнь на Марсе, потому что он был уничтожен. Эксперты признают, что этот сценарий вполне логичен, поскольку законы эволюции Вселенной предполагают конкуренцию. Шотландский ученый Дункан Форган считает, что многие космические цивилизации могли быть уничтожены до того, как вы попытаетесь установить с ними контакт. Он также предлагает не искать радиосигналы погибших цивилизаций, а косвенные признаки их существования. Например, следы планетарных катастроф, ядерный пепел или ионизированные газы в атмосфере, повышенную концентрацию углеводородов в воздухе, следы фреона. В 2016 году ученые обнаружили радиационный фон на Плутоне. И сразу же возник вопрос. Действительно ли самый большой кратер в форме сердца на этой планете образовался в результате падения метеорита, или это мог быть ядерный взрыв? По одной из версий, пояс астероидов между Марсом и Юпитером образовался в результате гибели одной из планет Солнечной системы или крупного спутника. Это тоже не противоречит теории Форгана о разрушенных или ушедших мегацивилизациях. Исходя из этих фактов, стоит ли людям так настойчиво искать жизнь на других планетах, может быть лучше наоборот, постараться сделать так, чтобы инопланетная жизнь не нашла нас. Ученые пытались предположить, выглядит ли Земля жизнеспособной по критериям других разумных существ. С одной стороны, организмы, основанные на элементах, отличных от углерода, могут воспринимать земные условия как некомфортные. Но если цивилизации технически развиты, они могут преодолеть некомфортные условия. Так же как люди научились защищать свои космические станции от солнечной радиации или спускаться под воду на большую глубину. На ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки вопрос о том, стоит ли посылать сигналы в космос поднимался не раз, и ответом было категорическое – нет. Причина этого – страх. Как мы можем воспринять другую форму жизни, а она может воспринять нас как врагов или как объект для изучения? Ученые опасаются, что подав сигнал о желании общаться мы вряд ли будем вести этот диалог на равных. В конце 2019 года стало известно о возвращении на Землю американского мини-шаттла X-37B, который провел на орбите Земли целых два года. Было известно, что он там находится, но цели миссии оставались засекреченными. Только сейчас в официальном заявлении упоминается, что шаттл проводил испытания миниатюрных спутников и экспериментальной электроники. Так не является ли Земля фактически замаскированной? На этот счет есть два мнения. Первое прятаться бессмысленно ввиду очевидно невысокого уровня развития человеческой науки и техники. Но есть и другое фантастическое предположение. Люди здесь ни при чем. Сообщения в космосе посылаются из других параллельных миров. Это новая и довольно шокирующая гипотеза, появившаяся в начале 21 века. На протяжении миллионов лет Земля находится на перекрестке многих цивилизаций. Некоторые из них живут рядом с человеком. И если мы поймаем какой-то сигнал из космоса, возможно он будет предназначен не нам, а другим обитателям планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok